всем привет сегодня 25 декабря 2019 года показываю небольшой видео обзор 4 сорта зимних яблок большая просьба поддержите это видео лайком это помогает моему каналу продвигаться стимулирует меня на показ новые видео для вас пожалуйста сорт пинола вот такие вот яблочки у него красивые сейчас покажу вот руки вот так вот яблоко сорт родом из германии сорт сочный твердый сладкий айпа падали давайте попробуем какой на вкус урожайность у этого сорта хорошая видно сочный сорт ароматный сочный твердый сорт сладкий кислоты практически не очень не ощущал этого сорта рекомендую всем для ценителей сладких сочных вкусных зимних яблок то есть выращивается в принципе неприхотливая особо ну если насажать на среднерослых или на сильно русских подвоях вот сорт яблоко элиза сорт голландской селекции сорт неплохо хранится может поражаться подкожно племистостью сорт без периодичности каждый божий год с урожаем несет очень хороший урожай сорт первый год плодоношения я как-то сильно не оценил его честно говоря а последующие годы распробовал и честно говоря сорт стоит внимание вкусный товарный вот тоже видно надавлю сочный видно сок есть сейчас давайте продемонстрируем сорт не такой твердый как иного по вкусу замечательный гармоничное сочетание кислоты сахара свой очень приятный аромат сорт устойчивый болезням то есть особо не поражается грибковым болезням то есть на пятнистость его подзадрачивает если не обрабатывать кальция пожалуйста рубинова чешская селекция тоже зимний сорт первые сигналки вот такие вот красавцы яблоки тоже более устойчивых болезням довольно такие неплохо себя показал первый год плодоношения сигналки его правда на дереве не снимал этом году как-то не про втыкал этот момент но ничего вот в подвале при хранении можно уже показать давайте посмотрим яблоко тоже видно сок есть не не дряхло не рыхло такое рукой сильно не сдавишь вкус такой насыщенный насыщенный яблоко сладкая яблоко сладкая слегка кислинкой очень приятный хороший аромат но по сравнению на при спинова или за не такое сочное вот именно вот и по вкусу так были надо в лесок есть высоком меньше чуть-чуть или за тоже кстати сладкая наверно не сказала и сладкая с кислинкой и ароматная рубинова тоже вкус хороший такая более мякоть у сладкая рубинова я не сказал что она рыхлая но она не такая плотная как у пеновы и у элизы она мягче намного чем такая крупнозернистая структура у него то есть тот сорт тоже мне довольно таки понравился буду еще наблюдать за ними как они себя будут показывать конкретно рубинова пуши первое подношение то и пинова тоже пинова тоже первое подношение у меня то есть пауза он слушал сорт хороший но именно у себя в саду не могу ничего сказать как он себя будет показывать дальнейшие годы и сорт старый сорт нашей селекции рассавка яблоки могут из года в год быть чуть-чуть разно окрашены то есть в том году у меня не были намного яркие такие красные сейчас покажу такие вот яблочки пожалуйста такой вид в этом году окрас у него конечно не очень ну а так яблоко очень урожайная очень урожайная то есть я когда первый раз увидел этот сорт на дереве то есть листьям не было видно урожай просто захватывающий был я решил взять себе веточку прищепнуть себе в сад сорт сорт сейчас попробуем на вкус сорт тоже устойчивость болезням особо не поражается не напрягает меня то есть плане обработок сейчас посмотрим он видно сок надавлю сок сока много ого ничего себе сока мне кажется у него больше чем у всех других сейчас попробую на вкус мякоть средней плотности сочная очень такой кисло-сладкий вкус не могу сказать что она сладкая из этих четырех сортов росавка самая не сладкая я не могу сказать что она кислая вот если пинова сладкая лиза сладко рубинова а вот сахар прям слышно нем то это яблоко такое гармоничный вкус у него и не кислый и не сладкий такой между сладостью и кислотой я бы сказал бы такой освежающий вкус у нее легкий такой сортовой аромат у нее есть такой легкий легкий в принципе особо не цепляющий не ну не вот если вот этих сортов у них у каждого от рубинова или запинулого у него каждому каждого сорта два есть особый тонкий аромат так вот слышно конкретно присущие этому сорту у этого он такой нежный вообще особо не ощутимый плоды крупные могут достигать хороших размеров при нормировке без нормировки может быть периодичный то есть ну вот такие вот сорта зимнего срока созревания дорогие подписчики хотел спросить у вас отпишитесь пожалуйста в комментариях хотели были вы чтобы я снимал наподобие этого видео за разные сорта сравнение зимних сортов там осенних сортов летних сортов там или дипоидных слив или конкретно отдельного сорта то есть мне вот интересно узнать понравится вам такой формат видео или не нравится если нравится пожалуйста пишите в комментариях то даже если не нравится пишите просто тоже будет интересно почитать может быть что-то они так делают всем спасибо за внимание не забывайте подписаться на канал всем спасибо всем пока